Так, дальше. Разработка нового продукта может занять до 5 лет. Вот, например, коктейли вот эти разрабатывались 9 лет. Мы о них сегодня тоже будем говорить. 9 лет, 2 года они тестировались. Поэтому это не так-то просто. У нас есть свой научно-исследовательский комплекс в Ирландии, в Дублине. И 5 своих собственных заводов. Сейчас строится 6-й. Значит, почему в Ирландии? Экологически чистая зона. Значит, там есть плантации, полей, в которых собирается сырье. И оно изучается, например, да, есть своя лаборатория. В команду входит более 100 ученых, научно-исследовательского центра. И 5 фабрик. Напишите, где они находятся. Значит, фабрики есть у нас в Польше. Это собственные фабрики Арифлейм. Арифлейм, это шведская компания. Швеция очень маленькая страна. Она не может вместить огромное количество, да, фабрик на своей территории. Поэтому они разбросаны по территориям различных стран, для того, чтобы было удобно людям подвозить товар. Значит, Швеция, Индия. Значит, Польша, Швеция, Индия. Китай. Россия. Значит, в России вторая фабрика сейчас заложена. Единственная фабрика в России всех косметических компаний, которые будут соответствовать экологическим стандартам. То есть у нас таких фабрик пока нет еще. Почему компания Арифлейм не стала изготовлять продукцию на российских заводах? Потому что нет стандарта качества. Пока еще европейского стандарта качества на российских заводах, к сожалению, нет. Значит, теперь, о чем говорит то, что заводы есть? Вот я беру крем. Написано, сделано в Польше. Да, вот этот крем для олива и бамбук. Вот я его купила в России, он в Польше сделан. Но поехала я в Германию, например, да. Захотела там купить и консультанта, и лично сама. Я его получу тоже из польского завода. То есть этот крем на территории какой бы страны, а всего сколько стран продает Арифлейм, кто запомнил результат? 63 страны. Это 63 страна. То есть где бы не продавался этот крем, он будет с польского завода. Понятно, да? Значит, 50% Арифлейм делает продуктов на своих заводах, 50% на смежных европейских поточных линиях.